Здравствуйте, ребята! Сегодня у меня на ремонте усилитель BARK100U068S. Неисправность заключается в следующем. При увеличении мощности на выходе усилителя срабатывает защита. В принципе работает только один канал, правый. Это при условии, что ручка баланс левого канала стоит в нижнем положении и на левый канал не подается сигнал. Если добавлять немножко левого по балансу, сразу же усилитель уходит в защиту. Владелец тоже жаловался, что он работает только когда ручка баланса стоит в отключенном положении левого канала, а правый канал работает наполовину. Говорит, если тихо работает, додал побольше и уже и правый канал тоже срабатывает защита. Аппарат этот нужно сделать сегодня по-быстрому, потому что он стоит одной из забегаловок, а без музыки там работы практически нет. То есть этот усилитель работает не просто так, он работает за трудные дни и каждый день эти у него трудные дни. Так что вперед, посмотрим, откроем, посмотрим, что там внутри. Разобрал я этот усилитель. Пыли, конечно, здесь немерено, но это такое дело. Сейчас уберу это все, почищу. Вроде так визуально здесь все нормально. Резистор R2 немножко подгоревший, он рабочий, только немного краска подгорела. Там еще, вот вижу, есть под плату усилителя мощность, нужно поднять, провод пережатый. А так, вроде все нормально визуально. Значит, поменяю я здесь электролиты. Это в плате комплексной защиты. Такая неисправность в этих усилителях у меня уже встречалась. Я думаю, что все же это проблема только в этих конденсаторах. Ну, посмотрим. Так, вытаскиваю плату и на плате, она называется комплексная защита. Нас интересуют конденсаторы C2, C4 и C5. Сейчас я их демонтирую и на их место поставлю проверенные новые. Нужно обратить внимание, что конденсаторы C4 и C5 являются неполярными. Сейчас я возьму свой прибор для проверки конденсаторов и посмотрим, какая у них емкость. Так, ну что, проверяем конденсаторы, которые я выпаял. Так, вот этот конденсатор стоял по правому каналу. Сейчас что он нас покажет. Ну вот, 556 нФ и сопротивление 415 Ом на частоте 1 кГц. Вот такой конденсатор. Этот канал еще как-то немножко работал. Сейчас тот левый, который, я его позначил здесь, который сразу уходил за счетом. Какая здесь емкость, сейчас смотрим. Ну вот, 22 нФ, сопротивление около 8 кОм на частоте 1 кГц. Вот такая штука. Значит, я вот вместо этих конденсаторов неполярных соединил два полярных по 20 мкФ. Это один, это второй. Значит, эти конденсаторы минусы вместе, а плюсы на выход. Вот два по 20, вместе они должны быть 10 мкФ. Сейчас смотрим. Да, 10 мкФ. Но сопротивление, заметьте, 2,2 Ома. Не 7,5 кОм и не 500 Ом. 2,2 Ома. Вот такие конденсаторы. Значит так, установил я эти конденсаторы. Встали они в посадочные места. Отлично. Стоят нормально. Так, тут еще транзистор. Так, вроде все нормально. Пайка здесь хорошая. Монтаж тоже. Вроде все нормально. Можно собирать и проверять, как он будет работать. Заменить конденсаторы в большей квалификации и времени не нужно. Но понять, как это все работает, что в дальнейшем такие неисправности не ставили в угол, нужно затратить некоторые усилия. На форумах много жалуются, что при отключениях в этих аппаратах слышен хлопок в колонках. Не меньше жалоб и на плохую работу схемы защиты. По доработке схемы и устранению таких дефектов есть много предложений. Есть ролики, снятые на эту тему. Но они, к сожалению, не полностью решают эту проблему. Мне понравился комментарий товарища, кажется, с Кременчуга. Он имеет свой канал, на котором рассматриваются вопросы ремонта усилителей. Так вот он писал, что при правильной настройке и исправных деталях схема будет работать нормально и доработки не нужны. Соглашаюсь я тоже с таким мнением, при том, ее утверждение подтверждены практикой ремонта усилителя. Но прежде чем подтверждать или отвергать это мнение, давайте рассмотрим, как работает схема защиты. Итак, приступаем к рассмотрению работы схемы комплексной защиты усилителя. Сразу уточним в микросхеме К561ЛАСИ четыре двухходовых логических элемента ИНИЕ. В данной схеме элементы Д1.1, Д1.2 и Д1.4 работают как инверторы. Начнем рассмотрение с проходящих процессов в момент включения усилителя. Так, напряжение на входах 8-9 элемента ДД1.1 соответствует логическому уровню единицы. Таким образом, на его выходе, вывод 10, устанавливается низкий уровень, то есть логический 0. На входах 5-6 ДД1.2 также присутствует низкий уровень. Стало быть, на его выходе 1-2, вывод 4, установится высокий уровень. Напряжение на входах 1-2 элемента ДД1.3 соответствует низкому уровню. На выходе 3-м ДД1.3 устанавливается высокий уровень. Транзистор ВТ-4 открыт, индикатор защиты светится. На входах 12-м, 13-м элемента 1.4 также высокий уровень. На выходе 11-м будет логический 0. Транзистор ВТ-5 будет закрыт и реле обесточено. Акустическая система обоих каналов отключена от усилителя мощности. Так, по мере заряда конденсатора С2 через резистор Р9 и Р11. Конденсатор С6 через резистор Р10. Напряжение на первом-тором выводе элемента ДД1.3 возрастает до логической единицы. А на выходе ДД1.3 устанавливается логический 0. Транзистор ВТ-4 закрывается, индикатор защиты гаснет. На входах 12-м, 13-м также присутствует логический 0. А на выходе устанавливается высокий уровень. Транзистор ВТ-5 отпирается, реле включается и колонки подключаются к усилителю мощности. Рассмотрим проблемы с перегрузками. Так, в момент возникновения кратковременной перегрузки по входу усилителей мощности левого или правого канала, напряжение на входах 8-й, 9-й, инвертора Д1.1 падает до логического 0, появляется логическая единица. Транзистор ВТ-1 отпирается, тем самым зажигается индикатор перегрузка. Колонки при этом не отключаются и никаких действий по защите усилителя не принимается. Эта функция только индикаторная. При появлении долговременной перегрузки по входах усилителей мощности или срабатывания термозащиты, которая является относительно медленной во времени на включение и отключение, напряжение на входах 8-м и 9-м ДД-1 опять же снижается до логического 0, а на выходе 10-м установится высокий уровень. Транзистор ВТ-1 опять отпирается и зажигается индикатор перегрузка. Далее, через резистор Р5 начинает заряжаться конденсатор С1. Напряжение на входах 5-м и 6-м Д1-2 достигает значения единицы, а на выходе 4-м ДД-2 устанавливается 0. Тем самым напряжение на входе 2-м ДД-1 уменьшается до логического 0, в то же время, как на входе 1-м ДД-1 удержится логическая единица за счет относительно большой емкости конденсатора С2. Тем самым напряжение на выходе 3-м ДД-1-3 переключается на высокий уровень. На выводе 11-м ДД-1-4 низкий уровень. Транзистор закрывается, реле обестачивается, а акустическая система отключается от усилителя. При кратковременных пиковых перегрузках напряжение снимается с выхода усилителя мощности через интегрирующие РЦ цепи, это резистор Р18, конденсатор С4 и резистор Р19 и конденсатор С5. Интегрирующие цепи пропускают постоянную составляющую сигнала, отсекая высокие частоты, то есть являясь фильтрами низкой частоты. С фильтра напряжение выпрямляется и суммируется диодами ВД-1, ВД-2, ВД-3, 4, 5 и 6 и далее подается на базы транзисторов ВТ-2, ВТ-3. Транзистор открывается и разряжает конденсатор С2, который был заряжен до высокого уровня вход 1-й ДД-1-3. Таким образом, напряжение на первом входе падает до логического нуля, а на входе 2 остается единица. Следовательно, на третьем выводе Д-1-3 появится логическая единица. На входах 12-13 ДД-1-4 также высокий уровень. Транзистор ВТ-4 открывается, засвечивается защита. На выходах 11-1-4 становится низкий логический ноль, ВТ закрывается, реле обестачивается, колонки отключаются. Точно такой алгоритм работы защиты будет, если на выходе усилителя мощности появится постоянное напряжение более 1,5 В. Порог срабатывания защиты зависит данной схеме от номиналов резисторов R18 и R19 и величины емкостей C4 и C5. Зависимость тут такая. Чем меньше емкость, тем раньше сработает защита. Если подсохли конденсаторы, даже на несколько микрофарад, стал ли меньше усилитель, отключится раньше и меньше отдаст мощности. Обрыв одного из этих конденсаторов даже при небольшой выходной мощности приведет к срабатыванию защиты. Меньшая зависимость от емкости этих конденсаторов C4 и C5 в системе защиты по постоянному напряжению на выходах усилительной мощности. С этого делаем вывод. Если поставить емкости C4 и C5 больше, может сгореть усилитель. Так как защита сработает более поздно и не отключит его вовремя. А если меньше, тогда раньше будет срабатывать защита. Усилитель отдаст меньшую мощность. Так что установлено на заводе соотношение номиналов резисторов R18 и R19, конденсатор C4 и C5 не стоит менять в процессе ремонта. Еще по поводу хлопка в кулонках при отключении усилителя. Я смотрел, есть много роликов на эту тему, этого дефекта в усилителях Брихи Корвет. Суть доработки вкратце можно объяснить так, в двух словах. Выводы конденсатора C2 в момент отключения сетевым выключателем. ПКН-4111, он стоит в этих усилителях как сетевой выключатель. Имеет незадействованную в схеме группу контактов. К нему подключают выводы конденсатора C2. При выключении выключателя он закорачивает выводы конденсатора C2 и схема отключается. Хотя правильно было бы, наверное, закоротить выводы транзистора VT5 базоэмиттер. Это было бы, наверное, более правильно. Но эта идея не новая. Она применяется в некоторых усилителях. Работает она в этом случае? Только в этом случае? Хорошо. Но вот ситуация, когда вы витяете сетью в вылку с розетки, а сетевой выключатель в включенном состоянии будет в хлопок колонках. Это же произойдет при попадании напряжения в сети. Так что это не панацея в данном случае. Товарищ, который предложил эту идею, сам говорит, что конденсатор C2 он меняет на 47 микрофоряд. То есть увеличивает время включения защиты. Да, это хорошо. Но это обеспеченный хлопок колонок, если усилитель не отключается с этим выключателем. Вот так. Так что полноценного решения этой проблемы пока нет. Мое мнение. Все же лучше поставить качественные конденсаторы на плавате защиты усилителя и в блоках питания. И не будет никаких хлопков. Это уже проверено. Так, включаю усилитель. Засветился индикатор защиты. Погас. Как и должно быть. Подаю сигнал. Так, на максимум. Сейчас колонки не подключены. Так что он работает без нагрузки. Но при диагностике усилителя тоже колонки не подключались. Но он уходил в защиту. Вот смотрите, правый баланс, левый, правый. Ну, защита нормальна. Все уменьшаю, увеличиваю. Все регулируется. Сейчас подключу еще колонки и послушаем, как он работает. Так, работает все нормально. Щелчка при выключении нет. Так, по этому аппарату у меня все. Всем удачных ремонтов и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok